Красота спасет мир. Эти слова стали девизом конкурса МИСКФУ 2016. Все подразделения университета собрались вместе, чтобы оценить таланты и внешние данные участниц. Шоу-программа, шикарные наряды, высокий уровень подготовки. Все это буквально заворожило гостей мероприятия. 16 участниц из разных подразделений КФУ вступили в борьбу за звание лучших. Членам жюри предстоит сделать сложнейший выбор, ведь все конкурсантки упорно готовились и многие достойны победы. Перед началом мероприятия секретами успеха поделилась главная красавица полуострова. Я думаю, что самое важное это убрать свое волнение, выйти на сцену и всех порвать, естественно, харизмой, энергетикой, замечательным настроением быть самой собой. Это я считаю самое главное. Актовый зал Крымского федерального университета вмещает 650 человек, но сегодня мест хватило не всем. И организаторы всерьез задумались о проведении конкурса в следующем году на более масштабной площадке. От шлака повышенное внимание вряд ли кого-то удивят, ведь на повестке дня женская красота. Крымская земля, конечно, богата на прекрасных девушек, женщин, но сегодня они сконцентрированы в Крымском федеральном университете. Дай бог, чтобы с оптимизмом мы так жили, работали, учились, работали, строили наш прекрасный... Девушки перестали перед зрителями членами жюри в образе стюардесс и крымских амазонок. Оригинальные костюмы завоевали сердца зрителей, после чего красавицы подвели черту финальным выходом в вечерних платьях. Когда выходили конкурсантки, когда их объявляли, каждый институт, каждое подразделение Крымско-федерального нашего университета приветствовало их аплодисментами, возгласами. Вот это объединяющее, большое объединяющее начало. Это как раз то, что ты в своей жизни запоминаешь, в своей студенческой жизни. Первое место и титул МИСКФУ-2016 достается 19-летней Александре Лычук, которая учится на первом курсе факультета информационно-полиграфических технологий. Скажу честно, я безумно стояла сейчас за сценой и переживала. У меня внутри просто сердце стучало. Такое ощущение, что оно выпрыгнет из груди. Но я надеялась и шла к победе. Я думаю, жюри это все увидели и оценили. Так что спасибо им за это большое. Первой вице-мисс в жюри выбрали студентку геофака Елизавету Зайцеву. А также почетное место в тройке лучших заняла Мария Пуховская. По словам организаторов, эти девушки были одними из фавориток конкурса с самого начала. И такой результат не стал неожиданным. Игорь Зорин, Александр Чукалов. Время новостей.